Шаббат Шалом Аминь. Вкратце получается, что в этой главе вначале говорится о том, что у Исхака два сына, рождаются Яков и Лисав. Он молился, они с женой, с Ривкой, долго молились о том, чтобы у них появились дети. Она сначала была бесплодна и на протяжении 40 лет, на протяжении 20 лет они молились, чтобы родить детей. И получается, рождаются у них близнецы, как в один момент. Один это был близнец Исав, его звали, он вышел первый такой, написано, он был весь такой мохнатый, волосатый, сразу красный, красного цвета. И за ним сразу же вышел из утробы матери Яков. Он схватился за пятку Исава и получилось, так они и родились. То есть, как бы он вот так вот, паровозиком таким вышли. И назвали Исав первого, потому что это переводится как сделанный, завершенный. А Яков, переводится, будет следовать по пятам, буквально переводится как имя Якова, будет следовать по пятам, потому что он схватился за пятку. Долго молились о том, чтобы они родились, эти дети. И это была такая, наверное, еще одна проверка от Бога, что вот Бог хотел услышать молитву праведника для того, чтобы увидеть веру и дать Исхаку и его жене потомство. Получается, что если как человек просит у Бога благословения, Бог его благословляет и просит именно у Бога этого помощи, то Бог его благословляет. Но потом, как бы, нужно быть готовым к тому, что это благословение будет работать на Бога тоже, как бы, и для вашего, и для всеобщего такого благословения. В чем вообще вот загвоздка в этой главе, да? Загвоздка в том, что самое интересное для меня было в этой главе, это то, что Яков, он обманывает Исава, обманывает своего отца, чтобы получить благословение Авраама. То есть, если все помнят, что был Авраам, потом был Исхак, потом был Яков. И от Якова пошли двенадцать колен, то есть, Израиля, да? Бог распространил, то есть, исполнилось в нем вот это обетование в Якове, что размножу тебя, как звезды на небе и как песок, и по всей земле будут твои потомки. И получается, что загвоздка здесь в том, что они жили изначально, ну как, вместе, и Исав, он был таким вот, написано, человеком поля. Там, если получится картинку, я просил, Артур, получится картинка, не получится? Там, получается, Исав, он был как, написано, это старший сын, который первородство у него было, он родился. Он был как человек поля, то есть, он ходил на охоту, он был таким жестким мужчиной таким, он там, как бы, больше вот его тянуло к такому образу полевому жизни. А Яков, он был таким, как бы, кротким, написано на иврите слово «иш там». Как бы, по-нашему, оно звучит так смешно, «иш там», да? А на иврите это значит «иш», два слова, «там», то есть мужчина, который был кроткий, совершенный, цельный. И такое же, как бы, определение стоит у Авраама, у Давида, и вот это, как бы, прилагательное вот это. И они жили в, ну, вместе росли, да, и мама любила больше Якова, младшего сына, а отец любил больше Исава. И получается, что, как бы, потерял мысль, ну, ладно. Получается, что они вот, когда Ривка была беременная, в утробе у нее дети, вот эти, ну, как бы, они долго молились. И вспомните, я говорил, чтобы, как бы, она забеременела. Потом она забеременела, и они начали в утробе, вот, как бы, играться там, драться, что ли, ну, как-то бить, ну, бить, наверное, друг друга уже там. И она спросила у Бога, почему, как бы, ну, зачем мне такая тяжелая беременность, если, ну, оно так все проходит. И Бог сказал ей, что в твоем утробе будет два народа, и они будут между собой, как бы, бороться всегда. И старший будет служить младшему. Бог дает детальное благословение, как бы, пророчество, вот, Ривке о ее детях. И получается, что Ицхаку Бог дает тоже пророчество, но оно более общее такое. Он говорит ему, что в твоем, в твои потомки, через твоих потомков будет благословение для всех народов земли. И я дам тебе эти земли, в которых ты живешь, как бы, в наследие. Это земли Израиля. То есть Бог дает, как бы, пророчество, да, изначально и мужу, и жене. И, как мы видим дальше, так разворачиваются события, как становится понятно, ну, как мне было понятно, что Ривка, она не рассказала мужу своему о этом пророчестве. Потому что в течение, вот, всей жизни, да, она, как бы, больше хочет, она знает о том, что Яков, он будет, получит благословение, главное которое. Но она видит также, что Ицхак, он больше благоволит к старшему сыну. И получается, она, как бы, вот, боится всегда того, что, чтобы это благословение, которое есть у Ицхака, у его отца, которое он хочет благословить на потомство и на главное благословение Авраама, которое, да, изначально было. Она боится за то, что, чтобы оно не досталось Айсаву. И что происходит, как бы, происходит такая вот смешная сцена, ну, как для меня, я не знаю, для меня она была немного комичная, когда я читал ее. Когда она услышит, что, когда мама слышит, да, что вот отец говорит старшему своему сыну, «Сейчас я буду тебя благословлять и принеси мне еды своей любимой». Потому что, если помните, я говорил, что Ицхак, он больше любил вот старшего сына. И он говорит, что-то я себя плохо чувствую, как бы, я, наверное, скоро умру. И это услышала Ривка, и она, как бы, испугалась тоже. И она позвала Якова, говорит, «Сынок, в общем, наверное, дело плохо, как бы, давай сейчас быстренько». И Ицхак пошел на охоту, а мы пока, как бы, сделаем наш план такой вот, провернем это дело, так сказать. Потому что он сейчас будет благословлять, как бы, Ривка испугалась и сказала своему младшему сыну, потому что она знала обетование от Бога, то есть, да, что оно должно, как бы, исполниться. Она взяла это в свои руки. И она сказала, «Давай, неси мне два козленка, сейчас я сделаю, как бы, такое вот, это, еду, которую любит твой отец». Я знаю, как он любит, как бы, и я приготовлю вот эту вот еду для него. Получается, он приносит к них козленков, они его одевают в эту одежду старшего брата, она наклеивает на него, как-то приделывает ему кожу, козью кожу на него, ну, как бы, подделывает его, да, чтобы это был как старший брат. И Яков мне представляется такой, он как будто, знаешь, ну, как, «Мам, ну, как бы, я боюсь, что дальше, что дальше». Она говорит, не бойся, она говорит, я возьму, если, как бы, если, да, если тебя, как бы, заметят, то все проклятие будет на мне. Он говорит, «Мам, ну, как бы, если отец увидит, это же будет ужасно, как бы, ну, представляете это, да, то есть, это масштабно, то есть, очень». И пока Исаф на охоте, они делают вот это вот, с мамой вот это вот, как бы, их дело такое, и Яков, он заходит к отцу и говорит, «Это я, твой сын, Исаф». Он говорит, а отец Исхак, он немного как слеповат, он уже слеповат был, он не понимал, да, он говорит, «Это ты, реально? Ну, как бы, это правда ты?» Он говорит, «Это правда я, да, говорит, как бы, благослови меня». И он потом еще раз у него спрашивает, ну, как бы, он уже к нему подошел, он начал его трогать, то есть, как бы, он говорит, написано, «Я, ну, волосы, да, тело как будто Эйсава, да, а голос Якова, ничего не пойму, говорит, «Так это ты или нет?» Он говорит, «Эйсав, это ты?» Он говорит, «Я». То есть, там есть один, как Медраж, написано, что, он не сказал, что это «Я, Эйсав», он сказал просто «Я». И получается, что отец его благословляет, и в этот момент на него сходит Дух Бога, на Исхака. То есть, как бы, это благословение, оно тоже важное. И, ну, как бы, получается, что Исхак благословляет его таким благословением, что тебе будут кланяться твои братья, и ты будешь владыщегоствовать над ними, у тебя будет, как бы, вот, избыток во всем. Это было первое благословение. И потом еще было второе благословение для Якова. Сейчас, скажу позже об этом. Получается, возвращается Исав, да, и он тоже говорит, «Я принес еду, папа, благослови меня». Он говорит, «Я уже благословил. Кого я благословил?» Он испугался, то есть, непонятно было. И Исав сказал, что, как бы, было понятно, что они благословили Якова вместо него. Получается, что он, как бы, украл у него благословение. И я просто, ну, как бы, думал, да, почему так произошло, что про отец, как веры, да, а Яков, он, когда, как бы, молитва происходит, да, молятся Бог Авраама, Исхака и Якова, да, то есть, почему, как бы, вот, Яков, они так поступили, как бы, ну, не совсем честно, да, то есть, почему, ну, нужно было обманом, как бы, вот это благословение получить. И я понял, что Бог не говорил Ривке сделать именно так, то есть, обманом получить это благословение. Он сказал ей, что в младшем благословятся, ну, старше будет служить младшему. Но он не сказал, ты должна обмануть вот таким образом и получить благословение. То есть Ривка, я думаю, она как человек, она просто боялась. И она постоянно была как на страже, как на стрёме. Она постоянно боялась, чтобы вот это благословение не пропустить. И она перестраховалась. И она, получается, как забрала и первое благословение, как бы мама еврейская, она как бы его послала, говорит, так быстро иди и получи это благословение сейчас. И потом мы видим, что Ицхак благословляет Якова более главным благословением, и оно более важное, чем первое, на мой взгляд. А почему? Потому что вот в стихе, вот здесь есть, сейчас скажу, 26-35, по-моему, бытие 26-35, там написано, что Эйсаф, он изначально женился на язычницах. Вот, нет, или что? Да, вот, и чуть-чуть назад, 26-34, вот, и был Эйсаф 40 лет, и взял себе в жены Егудифу, дочь Бера Хитиянина, и Васимафу, дочь Елана Хитиянина. И 35-й? И они были в тягость Исаку и Ривке, спасибо, и они были в тягость Исаку и Ривке. А в перевод другой, там есть немного, написано, что они очень сильно огорчили души родителей, то есть эти жены, потому что они были язычницами. И это было еще до благословения, как бы вот, до того момента, как они украли благословение. И что я хочу сказать о нем, что, как бы, уже тогда Ицхак понял, что Исаф не может продолжать род, потому что он связался с иноплеменницами. И Яков бы все равно бы получил благословение это, которое в итоге, потому что Бог сказал, что будет так. А форма, которую они избрали, это уже человеческая форма, ну, как бы, это такая, знаете, как трагикомедия какая-то, что ли, когда так произошло, что сами они там переполошились, мама там сказала, ну, давай быстро иди, потому что, как бы, сейчас нужно благословение получить, и получилась вот такая вот каша, так сказать. Ну, что я для себя, как бы, в этом понял, что в семье, да, есть муж и жена, и Бог дает откровение или благословение и мужу, и жене. У мужа есть какое-то откровение, да, жизни, и у жены тоже есть какое-то понимание жизни. И нужно постоянно, как бы, общаться и говорить, то есть, если бы Ривка, наверное, поговорила с Ицхаком тогда, она сказала, что мне Бог сказал вот так вот, то тогда бы, может быть, оно бы по-другому было. Вот. И все это меня отвело еще в конце к тому, что я вспомнил о том, как Бог явился, когда рождался Ишо, Иисус, и ангелы тоже приходили и к Марии, и к Иосифу, и они давали похожие пророчества. То есть, Марии было более детальное пророчество, а Иосифу было такое общее. То есть, по форме пророчества они тоже похожи. И написано, что, когда ангел пришел к Марии, он сказал, там есть четкое такое пророчество, что, сейчас, секунду, стих 33, первая глава Луки, первая глава Луки, 33 стих. Вот. Это про Ишо, про пророчество, да, что он будет, ну, об Иисусе, он будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца. То есть, как бы тут вот оно, получается, таким, по-круговому идет, как бы оно закрылось, да, это пророчество в Ишуа. И изначально, когда говорилось, что в тебе благословятся все народы мира через твое потомство, а Иисус, это Ишуа, это потомок Якова, ну, как бы по родословной. Вот. И получается, что ангел является Марией и говорит, что в нем благословятся потомки Иякова именно. Вот. А через Иякова произошли 12 колен Израиля. Вот так вот. Такая интересная история. Все. Всем спасибо. Всем шалом, шаббат, шалом. Мирного дня. Благословений. Благословений.